Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Школа Здорового Голоса Екатерина Осипенко. У меня в гостях сегодня прелестные женщины, вокальный джазовый квинтет, мама джаз. Can't buy me love, love, can't buy me love, у-у-у, 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 добрый день, страна, ты слышишь с тобою, мама джаз. Давайте будем представляться. Начнём, конечно же, с Эллы Хрусталёвой, которую, я думаю, что вся страна знает по телевизионному шоу «Голос», который… Это был голос… Четвёртый. Четвёртый голос, боже мой, сейчас только что закончился седьмой, боже мой, это было три года тому назад. И Элла великолепно там выступала, и, конечно, я очень хорошо помню свои ощущения, когда я Эллу вообще не видела до момента того, как она вышла на сцену, и, собственно говоря, отреагировала только лишь потому, что… Я пошла на звук, я обычно так часто очень делаю, я не смотрю, что происходит на сцене, но если я вдруг что-то слышу необыкновенное, то я выбегаю из своего кабинета. И слушай, вот это так произошло как раз Эллы, которая пела и аккомпанировала себе за роялем, и пела песню, которую исполняла когда-то Алла Пугачёва, что сама по себе уже, в общем-то, является подвигом и таким решительным шагом для любого человека, который исполняет произведение этой певицы. На самом деле меня совершенно не пугало то, что это пела Пугачёва, я пела скорее Тервердиева, чем Пугачёва. Ну, тем более, что Алла Борисовна как-то, в общем-то, редко вообще обращала внимание, в своих интервью говорила как-то о том, что это, может быть, не такая для неё знаковая была музыка. Но и тем не менее, эта песня прозвучала совершенно иначе, нежели она прозвучала в фильме, поэтому для меня это было таким откровением, что вдруг пришёл человек, который сделал это вот ровно так, как он это сделал. И с этого началось моё знакомство с Элой, и потом уже спустя несколько лет я увидела, что существует такой коллектив. Узнала его тогда, когда мы начали работать в шоу «Победитель». И вот на телевизионном шоу «Победитель» опять же на Первом канале я узнала о том, что существует потрясающий коллектив, который состоит из девушек, из девушек уже, в общем-то, взрослых. И эти девушки ещё, к тому же, не являются профессиональными певицами. Для меня это было действительно откровение, с одной стороны, как для зрителя, как для слушателя, так и для человека, который пропел сам в джазовом квинтете много-много лет. Поэтому с тех пор уже у меня появилось желание услышать и пообщаться активно. Ну а потом, когда вы завоевали своё гран-при на международном фестивале колыбельной для всей семьи, как раз у нас появилась такая возможность для спокойного уже человеческого общения. Вот вы здесь. Я хочу сказать, что мы очень-очень рады, Катя, на самом деле, тому, что это, наконец, произошло, потому что есть чем поделиться. И мы как раз ещё на голосе говорили о том, что есть же какие-то такие критерии возраста и моменты, которые хотелось бы обсудить. Вот, и, наконец, вот, пока возраст ещё не догнал, мы тут. Пока ещё не сто лет. Ну да. Ещё по барахту. Пока у нас не хур ветеранов, которые мы тоже очень любим, на самом деле. Вот мы, когда создавались, мы думали о западном опыте, о том, что, на самом деле, люди, которые, допустим, выходят на пенсию на Западе, в той же Голландии, допустим, да, они здорово вовлечены в такую творческую жизнь. Любые социальные проекты, какие вообще-то существуют. Да, конечно, там есть хоры, там есть ансамбли, там люди сами себя аккомпанируют, они как-то заняты, вот. И, в общем, нам тоже хотелось быть вот впереди, ну, может быть, не совсем планеты всей, но где-то вот впереди в авангарде того, что происходит и в нашей стране, вот. И знаю, что когда мы выступаем на площадках для педагогов, например, или на каких-то социальных площадках, в том числе День города, например, Рязани у себя, нас принимают очень хорошо и нам очень рады. Вот это нас всегда очень согревает. Ну, я думаю, что для Рязани, так вы вообще номер один должны быть коллективом. Хочу сказать, что на джазовых вокальных ансамбле в Рязани больше нет. Ну, вообще, в России-то не так много всё-таки. Итак, давайте представляться. Я предлагаю назвать не только свою фамилию и имя, но ещё и тот предмет, который вы в школе преподаете. Начнём с меня. Да, с оправдан. Да, я Ирина Новосёлова. В ансамбле «Мама джаз» я пою иногда первую партию, иногда вторую. Есть несколько произведений, где третью партию, и несколько произведений, где четвёртую. Куда партия поставят? Куда партия поставят, да. Я вот тот самый пятый элемент, который присоединился в 2012. Чуточку позже. Но который профессиональный элемент. В 2012 году. Скажемо образованием. Да, у меня профессиональное музыкальное образование, дежурско-хоровое. Но я попросилась к Элле, когда я услышала «Мама джаз». Я просто вот, мне настолько понравился этот коллектив, и я подошла к Элле и просто попросилась, «Элла, возьми, пожалуйста, потому что у меня такая потребность петь, и не только быть преподавателем вокала и ансамбля, но ещё и самой петь». Спасибо Элле, что она добавила в коллектив ещё. Хочу сказать, что Ирина родом из Екатеринбурга. И, по-моему, Екатеринбургскую консерваторию закончила. Совершенно верно. Но у неё есть опыт, я даже не знаю, Ирина, я боюсь сказать, сколько лет ты пропела в ансамбле. Да, в Екатеринбурге есть тоже достаточно известный коллектив, «Эвия-66», «Екатеринбургу привет», под руководством Александра Дорнбуша, тоже известная фамилия в Екатеринбурге. Вот я, в общем-то, 18-летней девочкой начинала там петь. Подождите, как он называется? «Эвия-66». Вот это и есть. Это где Саульский? Нет, нет, Саульский – это здесь, это в Москве всё было. А там, в Екатеринбурге, было «Эвия». А, то есть всё-таки тут была «Вия-66», а это была «Эвия». «Эвия». Но на самом деле, вот в своём регионе они были тоже звёздами. Ирина, расскажи, где вы гастролировали? Они на БАМе были, они на Дальнем Востоке были. Да. Где вы только не были. Да, где мы только не были. На Северном полюсе, по-моему. Да, там в то время был замечательный конкурс, телевизионный конкурс «Юность комсомольская моя». Вот, собственно говоря, свою юность комсомольскую я и пропела. Ещё захватили. Ещё захватила, да. И мы тоже были лауреатами этого конкурса, и поэтому побывали в разных точках тогда СССР. Сколько вы на БАМ приехали? На БАМ сколько? Или вам там близко? Да, вы знаете, был такой поезд «Комсомольская правда», и мы ездили Чита, БАМ, я не знаю, мы, наверное, целый месяц гастролировали в том регионе. На поезде? Да, на поезде. Там артисты были? Да, 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 там ещё из Армении была группа, и мы гастролировали целый месяц. Не помните, как из Армении называлась? Нет, но великолепные музыканты, ребята, мы с ними подружились, но это было достаточно давно. Не джазовые музыканты? Нет, 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 нет. Ну, джаз на БАМе, я как-то не знаю даже, могло это тогда быть или нет. И вот я как раз захватила то время, когда это всё строилось и развивалось, и вот мы помогали нашим строителям осуществлять эти грандиозные стройки века. И строительницам. Да, 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 да. В общем, я брала не кота в мешке, это был проверенный человек, когда… В 12-м году, да, Ир, ты? В 12-м году. В 12-м году, когда Ирина к нам пришла. И вот просто так получилось, что на тот момент девушка, которая пела, вот ту партию, которую Ирине пришлось заменять, она уехала к дочке в Америку на несколько месяцев, потому что стала бабушкой, надо было там попомогать. Девушка стала бабушкой, поэтому… Наша девушка Альта. Вот, а у нас был конкурс на носу, который назывался «Время петь», это тоже было в Москве, мы тоже гранд-при завоевали, и вот я поняла, что нам, конечно, без Альта не обойтись. И тут я вспомнила про Ирину, которая к нам так потихонечку пристыковывалась. Прекрасно, ну теперь дальше пойдём уже пониже. Меня зовут Наталья Камерина. Чем в школе занимаешься, расскажи. Вообще, я только не занимаюсь. Вообще, у меня тоже дирижерское хоровое отделение, ну, музыкальное училище наше рязанское. И ещё Московский университет, ныне университет культуры, как организатор, постановщик культурно-досуговых программ. Собственно, этим всем я и занимаюсь в школе. У меня три ансамбля, два детских и один взрослый, учителя у нас поют. Вот, кроме нас ещё. С нашей лёгкой руки. Да, с нашей лёгкой руки. То есть, это стало заразным. Ой, ужас какая, поющая. Слава Богу. Это просто у нас вообще говоря, сколько мы считаем, семь или восемь коллективов. Просто в обычной общеобразовательной школе. Детских. Ну, два взрослых. Два взрослых. Педагогические. Ничего себе. И остальные детские, шесть. А вы все в одном заведении лечебном? Да, все в одном. С ума сойти. Ну, то есть, вы всё-таки тоже казачок-то засланный, с вашим дежурствовым отделением. Ну, да. Но, по большому счёту, я какое-то время, в общем-то, именно с детьми не занималась. Я больше там занималась школьные праздники. Они у нас очень серьёзные. Это театральные постановки. То есть, это специальные на каждом празднике. Это всегда оригинальный сценарий. Сочиняется сценарий. Каждый раз новый. Это выделение. И я в том числе. Ну, у нас коллектив большой очень. И такие все креативные, весёлые. В стиле капустника всегда. КВНа. Всё это весело. То есть, никогда таких вот каких-то тривиальных вещей не бывает. Обязательно в какой-нибудь... И это я напомню для наших слушателей. И это всё в Рязани. Не тривиально так всё происходит для детей. Ну, например, один сценарий, чего стоит. Мы выпускали продукции. У нас был завод консервный, где... Выпускали. Что мы получили фабрикаты. Да, детей выпускали в 11 классе. Такой последний звонок под такое, значит, таким названием было. Какая прелесть. Выпускали продукт. Это, конечно, всё это весело было. Это всё было. КВН сплошной. Ха-ха сплошной. Нет, ну это просто хорошо, что наша администрация разделяет наши вкусы. И как бы наши правила игры. Администрация сама свою. И всегда участвует. Наш директор всегда в первых рядах. Если танцевать надо, он танцует. Если надо, он сыграть. Он отлично танцует. Виктор Олегович Бутрин, наш замечательный, любимый директор. Хочу сказать, что, кстати, наша гимназия, гимназия номер 5 города Рязани, она неоднократно входила в топ-500 лучших школ России. И даже в топ-100 лучших гуманитарных школ. Вот поэтому нам есть чем гордиться. Это на самом деле так. И когда я, например, пришла туда, это был 2002 год, я пришла в школьный театр, который тоже был просто великолепен. Сначала он формировался как театр на английском языке, потому что гимназия с языковым уклоном. А потом он уже вырос, и он такой стал и на русском, и на английском. Я писала к спектаклям, к детским спектаклям, писала авторскую музыку. А перед тем, как я пришла, Наталья писала авторскую музыку тоже к спектаклям. То есть я попала в такое гнездо творческое, в котором просто не креативить было невозможно. Я уже за собой заметила, что я уже начинаю какие-то пописывать вирши, потому что все вокруг этим тоже занимались. Значит, если я правильно понимаю, то к 16 апреля вы благополучно в своей гимназии включаетесь в Международный день голоса в праздновании его. И тоже будете делать отдельное мероприятие, которое мы покажем на весь мир. Потому что все, что происходит в нашей стране в рамках этого такого марафона, порядка ста мероприятий вообще во всей стране происходит. И все это за границей, все четко просматривается, и все смотрят, какие у нас таланты. А это будет вообще удивительный совершенно, мне кажется, продукт удивительный. Ну, давайте пойдем дальше. По низу. По пальту там пройдемся. Уже какой? Первый раз, если второй раз. По пальту там пройдем, да. Ну, я вот сейчас слушала девушек, поняла, что подобное притягивается к подобному. И ничего в жизни не происходит просто так. Ничего не происходит. Поэтому вот в 97-м году я приехала в Рязань и колесила с мужем долго. Это пошли век уже. Ну, у меня нет специального образования, как у девушек. У меня есть только музыкальная школа. Ну, ну, пою 6 лет, то есть давно уже пою. И когда я приехала в Рязань, ведь не просто так я пришла в нашу гимназию, первая, с кем я познакомилась в гимназии, это была Наталья. И я говорю, что вы делаете? А мы вот репетируем, сейчас петь будем. Я говорю, возьмите. И с тех пор она даже специально в сценариях роли выделяла, потому что она знала, что если я долго не пою, я начинаю болеть. Это же такой эффект отмечен. Да, 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 потом пришла Элла, я очень хорошо помню этот год. Давай я тебя представлю, это Елена Юркевич. Я все-таки отключилась. Я все-таки забыла. Ну, потому что я учитель истории общественного знания, и как бы я вот причина следственной связи, да, все это издалека. Вот так. И, в общем-то, я уже об этом очень много думала, и благодарна судьбе, что меня она привела именно в Рязань, и что она в Рязань привела именно в пятую гимназию, познакомила меня с Наташей, потом пришла Элла. И вот это все закружилось, и сейчас это занимает огромную, в этот момент, в моей жизни. Мы все вместе, нас было трое еще, нас помило, мы к Элле начали подкрадываться, и так... И уговорили ее создать с нами вот такую, ну, возьми нас, услышали, я услышала, как Люда попела с Элла Верн, давайте создадим, а кто еще? Вот Наташа у нас еще есть, давайте. Вот мы как-то втроем, сначала пробные были какие-то такие, вот, а потом как-то все больше, больше. Ну, и дальше уже вот девушки рассказывали, как Ирина появилась, Ирина у нас студирует. На самом деле, я хочу сказать, что Лена настолько неутомимый человек, и я ей ужасно благодарна за то, что она не устает совершенствоваться. Она сейчас берет уроки вокала у педагога по классическому пению, по академическому вокалу, и она абсолютно нас удивляет тем, что вот этой неудержимостью своей, это невозможно придумать. То есть, она совершенно не притворяется, она абсолютно искренне предана вот своему хобби и развивается, но просто вот и растет на глазах. Это вот очень радует, правда? Да, но с учетом того, что мы как раз и в самом заглаве, в анонсе нашей передачи обсуждали, как так вот можно взять и просто запеть. Просто пением это не объяснишь, желанием петь это не объяснишь, потому что многоголосие, да, есть потребность. Ну, когда есть потребность, люди у нас идут либо в караоке, либо там идут в церковный хор очень часто, ведь очень часто это происходит. Очень часто получается скрипка бубен и утюг, естественно, что мы часто можем слышать. Но когда люди встречаются и поют, ну, хотя бы даже дуэт, хотя бы даже дуэтом, и ничего не происходит и не получается. Зато получился квинтет. Здесь как раз направляющая была роль Эллы с её аранжировками. Взять пятеро вокалистов профессиональных, их поставить, и ничего не произойдёт совершенно, мы знаем, прекрасно. Да и потом люди просто не захотят это делать, хотя бы просто потому, что петь просто так и не выпячиваться, это очень сложно. Потому что петь в коллективе, не тянуть одеяло на себя и быть в балансе всегда, это огромное. Я считаю, что, я не устаю этого повторять, что ансамблевое пение – это самое лучшее из искусств, из форм выражения певческих. Это не хор, и это не сольное пение, и то, и другое прекрасно само по себе, и дуэты, и трио тоже могут быть, а вот квинтеты. Есть особое наслаждение, когда ты слышишь вот эту гармонию пяти голосов, это необыкновенное божественное. Когда ты часть этому. Да, когда ты создаёшь это, причастен к этому. Ну, конечно, душа обязательно должна отзываться на то, что предлагает, ну, предположим, там руководитель, да. Если это простое двуголосие, ну, мне, например, неинтересно было заниматься там какими-то простыми вещами. Я решила подтянуть к какой-то сложной такой планке, достаточно высокой. Вот, и мы всё время так находились в поиске «сможем, не сможем», «потянем, не потянем», да. Вот. И так потихонечку, так постепенно выкарабкивались на какой-то уровень, который, ну, который оказывался всё там выше и выше. В общем, даже порой неожиданно для нас самих. Первый конкурс, который мы выиграли, это был 2006 год, конкурс «Романса». Вот. И мы настолько чисто и вдохновенно спели «Калитку» в моей аранжировке «Романс-калитка», вот, что мне даже само было… Вот, когда мы закончили, в зале была звенящая тишина. Это был конкурс «Романсы» в Рязани, вот. И там какая-то такая была тихая-тихая пауза, потом зал взорвался аплодисментами. И, в общем, уходя со сцены, я почувствовала, что мы победители, потому что лучше нас не спел никто. Но это было на самом деле красиво, да. Потом это всё было джазово-аранжировка. Это была джазовая гармония, что это сразу подкупает. У нас остался ещё один непредставленный человек. Может быть, мы сначала споём, если вы не возражаете, и потом всё, внимание уже… Самым лучшим голосом это альты же, конечно. Конечно, это база. Это база. Сейчас мы «Миби-воль». Секундочку. «Миби-воль» нашли. One, two, one, two, three. Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полёт. Уже посадку объявили на долгожданный самолёт. Накинуты плащи и шляпы и чемоданы в багаже. Давай обнимемся у тропа, мы не увидимся уже. Только в полётах живут самолёты. Ва-па-да-па-да, ва-па-да-ра-па-да. Только в полёте растёт человек. Ва-па-да-па-да, ва-па-ра-ра-па-да. Сердце стучится загнанной птицей. Ха-а-а-а, перегоняя отпущенный век. Ха-а-а-а-а-па-да. Ура! Ну, эта песня наша как будто бы визитная карточка. Ну, либо это такое светлое начало каждого концерта. Потому что мы с тобой приглашаем в полёт. И мы пробегаемся по разным континентам. Порой у нас в репертуаре и Битлз, у нас и БСМ Мучо, у нас и русские старинные романсы, у нас и танго. В общем, программа очень разнообразная. И писались эти аранжировки под влиянием какого-то сиюминутного вдохновения. Мне казалось, что вот это было бы неплохо. Вот что-то я так услышала, что с этим можно поиграть, это можно переделать. И вот долгожданный самолёт Юрия Антонова. Ну, я надеюсь, наш мэтр не обидится за нашу интерпретацию. А вы не показывали? Не пытались как-то донести? Мы надеемся, ему понравилось бы. Это как Костик в Покровских воротах говорил. Не поверишь, робею. Нет, нет, чего что-то робеть-то, Господи Ваше. Ну, потому что такое ча-ча-ча получилось. Может быть, он не то имел в виду, когда писал. У него, по-моему, тоже очень весело. У него вообще всё ча-ча-ча. Это человек, который спасает, по-моему, все новые года, все новогодние огоньки. Ну, вообще потрясающие песни, которые настолько живы, актуальны. У него все песни светлые. Прекрасные. Спасибо за идею, Катя. Не надо собираться, надо взять и сделать. Хочу сказать, что когда Трофим услышал нашу колыбельную для России в нашей интерпретации, он сказал, что, конечно-конечно, разрешаю петь, и был бы рад услышать. Так это его песня? Колыбельная для России – это Трофим. Только она у него звучит совсем по-другому. Она у него ритмичная такая, а у нас она получилась молитва а-ля баллады. Я, честно говоря, никогда не слышала. Теперь мне придётся послушать. Давайте сейчас вернёмся к вопросу о колыбельне, потому что действительно необычно получилось это. Но вернёмся к вторым альтам. Да. Вот у нас сидит второй альт, такой себе. Такой себе математик. И вот это математик. И что вот этот математик решил петь? Что он тут делает? Марина Иваницкая, учитель математики. Без неё никак. Но я тут совсем недавно, только второй год. До этого у нас был учитель английского языка и английской литературы. Тогда благодаря этому учителю английского языка у вас подобавилось что-то в репертуаре с английским языком. У нас много английского. У нас много английского было, да. Но не столько благодаря ей, благодаря, скорее, Людмиле, которую мы вспоминаем с благодарностью, у нас появились русские тексты английских хитов. Это та, которая бабушкой стала. Это та, которая стала бабушкой. Учитель на её отъезд. Да, да, да. Марина. Вот, например, «In the mood», тот самый знаменитый, Люда перетранспонировала на русский. И там получился замечательный текст. Старенький мотивчик нам до боли знаком, и слова ложатся на него так легко. Три весёлых ноты не дают нам скучать. Можно в такт похлопать или на год постучать. Потому что Люда у нас ещё и соавтор школьных сценариев и режиссёр школьного театра. В общем, тут люди блистают своим креативом. Фактически она написала. Фактически. Это её текст. Отдельно. Но текст, который всё-таки подстрочник получился. Это её собственная текст. Нет, это не подстрочник. Она поняла, что надо написать о том, что настроение джазовое. Можно в такт похлопать или ногой постучать. В общем, настроение поднять. И получатся терапевтический эффект. Да, да, да. И замечательные слова получились. Про терапевтический эффект, который все очень любят. И на этом месте все так аплодируют и веселятся, смеются. Вдохновляют это. Да. Вот. Я уже потеряла мысль, с чего я начинала. Мы начали с математики, конечно. В математике, да, кто был, кто стал. И, кстати, люди принадлежат названию. Мама джаз, это придумал её сын. Так что 13 лет рядом с Людмилой, это замечательный тоже период. Но сейчас вот новый этап у нас с Маринчиком. Она будет нас смотреть? Я очень надеюсь, да, что она подключится. Как минимум, ей ссылку на нашу передачу уже потом. Она точно будет на нашем юбилейном концерте. Она будет точно. Когда будет концерт? Осенью. В Рязанской филармонии мы договорились уже. Всё, то есть вы приглашаете всех зрителей наших, и меня, конечно же, приглашаете. Не можете не приглашать. На десятилетии нашим пришёл полный зал драматического театра Рязанского областного драмтеатра. Мы собрали полный зал. И нас это очень вдохновило. Мы решили, что на 15 лет мы тоже просто обязаны собрать большую публику. Марина Иваницкая, математика, альт. Альт и математика. Альт и математика, 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 и вообще хороший человек. Спасибо. Я очень скромная человек. А может, я ещё про Марину скажу? Конечно. Марину Элла переманила из другого учительства нашего коллектива. Марина – наша вообще основа. Марина – наш… В ансамбле «Сонет», второй наш учительский коллектив, там в основном все математики, информатики, как-то вот так вот сложилось. И Марина – там наша основа, наша база, и человек, без которого тоже бы ничего вообще не случилось, этого коллектива, она, в общем-то, наша… То есть математики, они не сухари такие? Нет, они очень нежные, поющие. Но они очень структурированные. В отличие от нас, гуманитариев, которые подвержены эмоциям, которые что-то могут забыть, перепутать. Марина очень точна, она такой наш навигатор, вот, она неправильные ноты тут же поправляет. Она слышит, вы слышите это? Вот это интересно. У вас есть музыкальное образование? Да, у меня музыкальная школа. Так. Но вас, конечно же, не обучали в музыкальной школе, не в ансамбле пейте? Ну почему? У нас же был там хор. Ну хор, хор. И в институте, когда я в РГУ училась, я тоже пела в хоре, у нас был очень хороший руководитель. Да, прекрасный. И вот ТЭЛ тоже мы пели вместе. Да, да, да. Да, поэтому… Но джазовая гармония, вообще гармония – это математика. Сольфеджио – это математика, гармония – математика. А джазовая гармония с надстроенными ступенями, не побоюсь этого слова, с девятыми. У меня, кстати, джазовую гармонию преподавал сам Юрий Павлович Козырев в Московском колледже импровизационной музыки. Я хочу сказать, что я, который… Юрий Павлович Козырев всё-таки физик по образованию. Ну и физиком был, и оставался физиком, и преподавал очень часто у него в его кабинете. И физики были одномоментно, сидели там что-то, готовили, ему сдавали, и мы приходили, играли. И вот я пришла к нему. Это было ужасно, потому что он нас преподавал, я думала, боже мой, это, наверное, жутко строгий человек. На самом деле он был совершенно такой, это не лояльный, а очень приятный в общении человека. И вот никогда не было никакого дискомфорта при общении с ним, даже если ты понимал, что это полнейшая, в общем-то, тупица в этом вопросе. И самое интересное, что я умудрилась даже у него как-то худо заиграть. Ну, я умела играть настолько, насколько это было возможно в тот момент, пройдя там школу искусств и училища, но чтобы делать это в рамках джазовой гармонии было достаточно проблематично. Но это всё-таки произошло. И, конечно, вот именно тогда я поняла, что когда ты понимаешь основу математики, у тебя сразу мозг структурируется настолько, насколько это удобно для того, чтобы изучить музыку, потому что это ровно такая же математика. Ну, конечно, одохотворённая, безусловно. Но в нём это всё сливалось, так и благодаря ему я всё-таки смогла некие бреши в своём образовании джазовым заполнить. Я хочу сказать, что если физика занимается джазовой гармонией, то учителям попеть в коллективе, при джазованном коллективе, вообще уже, наверное, сам Бог велел. И вообще очень многие вещи рождаются на стыке. Каких-то профессий, каких-то специальностей, что особенно актуально в наше время. Когда уже нам твердят, что, ну, про повышение определённого возраста, да, ну, назовём пенсионного рода, назовём своими словами, мы уже молчим. Просто говорят, что вот в течение жизни в дальнейшем будут преуспевать люди, которые умеют, которые не привязаны к какой-то одной профессии, да, а которые постоянно повышают свою квалификацию, которые умеют, которых, ну, как минимум, там, два-три диплома. Вот, если они ещё умеют работать на стыке профессии, то это вообще им цены не будут, это будут специалисты. Вот, давай сейчас расскажу интересную историю. Я как раз хотела сказать, что благодаря автору, потому что в ней столько заложено, вот как в зёрнышке заложена матрица колоса, да, который должен дать много-много потом ещё колосев. Так и вот в этой песне, которую написал наш рязанский известнейший автор и бард Алексей Фошин, наш большой друг, вот в этой песне заложена, наверное, какая-то вот… Так это не старинная песня? Это не старинная, это авторская песня. С ума сойти. Это авторская песня, наш современник, наш друг Алексей нам просто её подарил. Он подарил мне диск, на котором было несколько его песен, я там отметила для себя, и Затинка меня сразу просто вот влюбила. Просто когда я родилась у родителей, мы жили как раз на этой улице, на улице Затинной. Если брать этиологию, скорее всего, это была улица Затинная, то есть Затином, на окраине города. Но у нас окраина города, собственно, она же центр, потому что Кремль стоит около реки, и река, она как бы окаймляет город, получается. И я и сейчас там живу поблизости, и очень довольна тем, что это и окраина, и центр одновременно. Так вот эта улица Затинная, видимо, у Лёши тоже с ней были связаны какие-то чувства и воспоминания, и похоже, что его жена Ирина, она как раз жила на этой улице, и, в общем-то, он написал свою как раз историю. И к его юбилею он попросил, не могли бы мы что-нибудь спеть из его песен. Я сказала, мы берём улицу Затинку, но извини, мы там последний куплет переделаем, потому что там в последнем куплете ты стучишься в дверь и идёшь к этой девушке свататься, а мы-то не можем про это спеть. Мы сейчас споём про что-нибудь другое. Он нам разрешил переделать последний куплет, и вот получилось то, что получилась история про девушку, которая ждёт своего принца, которого она обязательно дождётся, а в последнем куплете она уже внучке шьёт наряд. То есть у них там тоже это в жизни, по жизни-то у них уже наряды, уже и внучки уже. Да-да-да, абсолютно так. Песня, это уже проверенное временем. Песня основана реальность. Любовь. Да-да-да. И от Ирины мы тоже получили много-много благодарности. Так что, да, Алексей на наше десятилетие написал нам чудную эпиграмочку, в которой были такие слова «Джаз наш рязанский, что не верите, но факты нам твердят упрямо, пускай отец его в Америке, зато в Рязани его мама». Очень хорошо звучит. Ну, как не дружить с таким человеком? Слушайте, нас смотрят 5865 человек, все посчитанные. Мы можем на них спеть затинку, кусочек. Спойте, пожалуйста. До минор. Вот люди знают тональности, в которых они поют, в отличие от просто вокалистов. Начинаем унисон. Сентябрь пришёл с дождём И мокрой паутинкой, и золото листвы По улице метёт. А где-то далеко На улице затинки Стоит зелёный дом И тополь у ворот, а где-то далеко На улице затинки Стоит зелёный дом И тополь у ворот Там пышная герань За шторкою расшитой И окна средь листвы Заманчиво горят Там по ночам стрекочет Швейная машинка И девушка Ирина Шьёт себе наряд Там по ночам стрекочет Швейная машинка И девушка Ирина Шьёт себе наряд Конечно, наш мозг И душа Это Элла И когда я первый раз услышала Мама джаз И вот этот вот Мой порыв «Хочу здесь петь» Был обусловлен тем, что Мне очень понравилась душа Музыкальная душа Этого коллектива И конечно же Аранжировки Я до сих пор Пою и получаю Огромное наслаждение Вот когда В общем-то Профессиональный музыкант Понимает качество Этих аранжировок Это Дорого стоит Я до сих пор Обожаю Весь наш репертуар Это удивительно И действительно Неповторимо Это отличает ваш коллектив Да, да, да Во-первых, хиты, которые Интересно Прочитываются И неординарно И необычно Вот вы Послушайте следующий Наш номер Просто я люблю похулиганить И например Первым опытом Такого Несоединимого Это было наверное Вот когда в лунную рапсодию Я вставила кусочек Серенады лунного света Глены Миллера Потом В одинокую гармонию У меня Совершенно органично Вплелся фрагмент Вальса Хачатуряна Из «Маскарада» А венцом всего Наверное уже стала Полюбите пианиста Потому что Слова о том, что он летел на рояле У меня навеяли Как бы Там даже две цитаты Там даже, да На честном слове На одном крыле Вот Вставила я фразу Такую Кульминационную А потом Значит Такая Была пиано Часть В которой У нас появился Полёт шмеля Ну не будем раскроть всех секретов Заметьте кавер Сейчас очень модно Известные хиты Переделывать А Элла это делала уже давно Да Ну во всяком случае Когда я на кастингах Голоса сказала Об этом Юрия Аксюте Он наш подпрыгнул С места и сказал Вот это то, что вы будете петь на слепых прослушиваниях Но Полюбите пианиста Но потом как-то обстоятельства сложились не в пользу пианиста А в пользу пианистки Да Ну и слава богу, что это получилось Мы сейчас уже подходим к сожалению Но к логическому заключению И вот все наши предыдущие слова о необходимости интересных аранжировок И о том, что придумывается Вот я думаю, что сейчас это будет как раз апофеоз Потому что сейчас вы споёте ровно то, чего никто, наверное, не ожидает А я, наверное, скажу до свидания всем нашим слушателям и зрителям И через неделю мы с вами встречаемся Ровно через неделю во вторник в 13.00 В школе здорового голоса Екатерина Осипенко с вами была Я Екатерина Осипенко Отерин-левенголог Фониатор И мои гости Мама джаз из Рязани И их заключительная песня Наступает минута прощания Ты глядишь мне тревожно в глаза И ловлю я родное дыхание А вдали уже дышит гроза Дрогнул воздух туманный и синий И тревога то снова слезко И зовёт вас на подвиг Россия Веет ветром от шагов полков Прощай, отчий край Ты всех вспоминай Прощай, милый взгляд И все из них придут назад Прощай, отчий край Прощай, ты всех вспоминай Прощай, милый взгляд Прости, прощай, прости, прощай Прощай, милый взгляд Прощай, милый взгляд